Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Ловек 39. Первое послание Коринфянам, 10 глава, 17 стих. Толкование Нового Завета по блаженному Афифилакту. Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Толкование блаженного Афифилакта. Перед Сим сказал, при общении тело, но имеющий общение с кем-либо не есть одно и то же с ним, а иное. Теперь объявляет больше и говорит, что мы это самое тело. Ибо что такое хлеб этот? Тело Христово. Чем становится причащаясь оного? Телом Христовым. Не многими телами, но единым телом. Ибо как хлеб из многих зерен делается единым, так и мы, несмотря на свою множественность, делаемся единым телом Христа. Почему и доставляем, составляем единое. Как же нам не хранить любви и не быть посему в единении? Бог для того и дает нам свое тело, чтобы соединить нас и с самим собой, и друг с другом. Поскольку начальная природа плоти повреждена грехом и утратила жизнь, то Он дал нам свою плоть безгрешную и животворящую. Но подобную нашей, дабы мы, причащаясь ее, срастворяясь с нею, и жили по возможности без греха. 1 Коринфянам, 10 глава, 18 стих. Посмотрите на Израиля по плоти. Те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника? Толкование. Из самого простого примера научитесь, что совершаемое вами есть общение с идолами. Сказал Израиля по плоти, потому что христиане суть по духу. Примечай и сие, не сказала бы иудеях, что они общники Богу, но участники жертвенника. Ибо посвящаемое Богу возлаголаз на жертвенник и сжигалось. Но о теле Христовом выразился иначе. Общение тела Христова есть. Ибо мы становимся не участниками жертвенника, но общниками самого Христа. Опасаясь же, дабы слушатели не пришли к той мысли, что как Бог, принимающий жертву у иудеев, мог вредить. Такие идолы, принимающие жертву у язычника, могут вредить, не приносящим жертв. Присоокупил следующее. 1 Коринфянам, 10 глава, 19 стих. Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Толкование. Я отвращаю вас от идолов не потому, будто они имеют силу делать вред или пользу, ибо они решительно ничто, но потому что приносимая им жертва не идет к вашему владыке. По всему продолжает 1 Коринфянам, 10 глава, 20 стих. Нет, ну что язычники, принося жертву, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Толкование. То участвующие в бесовской трапезе, очевидно, бывает в общении с бесами. 1 Коринфянам, 10 глава, 21 стих. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. В виде увещания сказал, я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Чтобы это увещание не оставили без внимания, теперь ту же мысль выражают в форме отрицательной. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Одними именами доказывают, что от идола жертвенного необходимо удерживаться. 1 Коринфянам, 10 глава, 22 стих. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Толкование. Говорит это в укоризну им. Неужели нам испытывать и раздражать Бога? Может ли Он наказать нас, когда мы переходим на сторону врагов Его? Потом, дабы показать всю нелепость их поведения, говорит. Разве мы сильнее Его? Напоминаю сим весьма резкое изречение. Они раздражили меня, не Богом, суетными своими огорчили меня. Второзаконие, 32 глава, 21 стих. 1 Коринфянам, 10 глава, 23 стих. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Толкование. Дабы кто не возразил, я ем с чистой совестью, потому имея право так делать, говорит. Нет, все тебе позволительно, поскольку Бог сотворил тебя свободным. Но чтобы есть идоложертвенное, это не совсем для тебя полезно. Ибо постоянно участвуя в трапезах идольских, ты шаг за шагом получишь расположение к самим идолам. Поведение твое... Слава Иисусу Христу! Приду сегодня. Поведение твое, как и прежде я говорил, не полезно ни для тебя, ни для брата твоего. Ибо оно не назидает его, а скорее расстраивает и извращает веру его. Если же нет пользы ни тебе, ни брату твоему, то для чего тебе делать это? Говори. До двенадцати. В десять утра. Так. Поведение твое, как и прежде я говорил, не полезно ни для тебя, ни для брата твоего. Ибо оно не назидает его, а скорее расстраивает и извращает веру его. Если же нет пользы ни тебе, ни брату твоему, то для чего тебе делать это? Тут благощинный Новоалтайский. Он уехал в Санкт-Петербург. Михаил Погиблов. Погиблов. Я к нему ничего не имею, но просто интересно, вот фамилии какие Бог дает, метит. И вот ему вопрос задают. Ну а вот Новый год пошли, когда и вот вам подали кусок мяса. Ну, чтоб соблазна не было, вы уж съешьте кусок мяса. В первую очередь, зачем ты поперся туда? Новый год, языческий день. Ничего там нет нового. Старые грехи, старый блуд, старое воровство, коррупция. Нет, именно так. Притом никакого отношения между нами не было. Я работаю в тюрьме. Он узнал там. Любыми путями стараются вышибить. Они с начальством устраивают силовые структуры. Книги, которые там есть, чтобы не попадали нигде. То есть племя Антихристова. По-другому не назовешь. И нас сестра одна купила, сын у нее сидел. По тяжелой статье. А больше трех книг нельзя. Так она и придет с кем-то познакомиться, где передачки дают. Узнает, в каком он отряде. И тогда передадут ему. Никто не препятствует, только попы. Я работал в тюрьме, в университетах. За мной как за зайцем гонялись. Вышибить. Любыми путями. На хресе университета приходилось проводить занятия. Избереги рода человеческого. Где? Отстойник патриарший. И туда набирает их как будто по особым качествам. Обязательно, чтобы он нераскаянный был грешник. Притом никакого отношения ко мне не имеет. Вообще никакого. Моя аудитория, мой контингент. Приходят люди и непрерывные клеветы. Ни день, ни два. 54 года. Что я должен о них думать? Сброд нечестивых. Все. Ну, не все. 99,9. На 300 моченых только один что-то знает. Статистика показывает. И все нормально. Все аллилуйщики. Все хвалят. Вот если он говорит, говорит без запинки. Все. Это хороший пастырь. Да ты посмотри на него. У него в храме-то шалман. Торговля идет буйная. Никого не видят. Кресты интересные. Ни одного настоящего креста нет. Чтобы обыкновенный крест нарисован был. Вот так вот. На ризах везде. С какими-то лепестками. Что угодно. Масонские знаки. Посмотрите на у Гитлера крест какой. Другим давали крест. Это фашистские кресты дарят друг другу. Награждают. Ну, маленько-то откройте глаза. Зачем делать? Посмотрите на старинных храмах. Какой восьмиконечный крест. Ровная полоса. Ровная перекладина. Ровная. Нет, обязательно на конце набалдажник. А люди на кладбище все это делают. И вот ставят как самолет после аварии. Куча железа навороченная. Внизу вот эта поперечина. В два раза, наверное, длиннее самой. Когда руки раскинутые. Люди даже этого не знают. Надмевается то другое. И на чем они? Показать патриотизм. Если меня укусят. Если меня поносят. Для меня это наплевать да забыть. Я в упор вас не вижу таких. Для меня вы просто враги Христовы. Если ты любишь Бога. Любишь Слово Божие. Тогда мы будем одинаковы. И вот обо мне выступает какое-нибудь священное. И говорит положительное. Для меня это ничего не значит. Я сегодня могу уже говорить о нем отрицательное. Если вижу, что он их ко Христу людей ведет. Сколько у меня врагов, я не знаю у кого. Что интересно. Самый поносимый человек за тысячелетия был Григорий Ефимович Распутин. И когда обо мне фильм поставили. Он первое место в России занял. Ко мне один позвонил сразу. А вы не родной брат Распутину? То есть похожий. Куда-то привезли меня. Я выступаю. О, Солженицына нам привезли. Солженицын герой. Но смерть его никакой роли не играла. Умер он не умер. А смерть Григория Ефимовича повлияла на всю мировую историю. Это был не просто пророк. Это был избранник Божий. Как знамение показано. Его убили. Его убили сами себя. Убили. Вот теперь эти Фау-2 долбят Англию. За что? Оттуда убийцы были. Попутно сказать. Извращенцам. Если извращает веру его. 1 Коринфянам 10 глава 24 стих. Никто не ищи своего, но каждый польза другого. Толкование. Не только то, имей в виду, с чьей столью совестью ты ешь, но и то, назидает ли брата поступок твой. Во многих местах своих посланий поставляет это делом самым необходимым. Не вообще возбраняет искать свои пользы, но тогда, когда это вредно для брата. Ибо в таком случае пользу его мы должны ставить выше своей и ее избирать. 1 Коринфянам 10 глава 25 стих. Все, что продается на торгу, ешь тебе всякого исследования. Для спокойствия совести. Толкование. Многими доводами подтвердил, что они должны удерживаться от идола жертвенного. Да бы опять не сделались они разборчивыми сверх должного, не стали бы отказываться от продаваемого на торгу, из-за опасения, что это может быть идола жертвенная, говорит, все, что продается, ешьте без исследования о продающих, без расспроса. Не идола жертвенная ли продается? Как будто угрызает вас совесть, и вы хотите очистить ее. Или так? Да бы не угрызала тебя совесть, ты не спрашивай, ибо при разбирательстве можешь узнать, что предлагаемая тобой покупки идола жертвенная, и совесть твоя будет беспокоиться. Применяют к посту. Ну, чтобы не исследовать, ты пост великий взял там с колбасой, где-то пирожок там или что-то, а ты не исследуй. Ну, явно видно, что мясо. Что лукавить-то здесь, лукавство? Да никто об этом никогда не знал, чтобы посты нарушать. Какие же православные? А мы спасены благодатью. Да если ты спасен, да что ж ты всю жизнь погано так прожил-то? Десятки раз женятся, разжениваются, по разным сектам, по мормонам. Даже произносить нельзя, имена-то какие-то, мормон, как будто блевотина во рту булькает. И туда даже зайдут, и в православие, и в баптисты лезут, потом вернутся, наконец успокоился в православии, можно все угрешить. Кто Осипов сказал? Осипов. Да Осипов прямо так-то не говорил. Ну, вот он бреется, и я буду бреется тоже где-то. Ну, спроси его, почему он в масоны залез или как? Почему, если он масон? Бритый под 80 лет. Его нельзя даже отпевать. Куда все эти правила подели? Что из-за бороды было, когда Наас умер, а Давыд послов послал? Война? Десятки тысяч погибших. А здесь нужды нету. Сколько он перепортил за свою жизнь? Осипов узнает, вам понравится? Нет, я уже врага наживаю. Но я обязан это сказать. Вот обо мне хорошие священники, отзываются положительно, но это не означает, что мне рот замазал. Я обязательно скажу, а если митрополит Сергий на вас будет говорить, который сейчас здесь, не приведи Господь. Не приведи Господь. Чтобы он стал говорить. Я почему-то думаю, что этого не будет. Бог дал мне утешение в этом митрополите. Он нигде ни разу на меня не наехал. А наоборот, даже удивляется, исповедник, свидетельствует, говорит уникальные общины. Он не лицемерит, он именно так понимает. Я по глазам его вижу. Но все-таки, если против вас будет, получится полна, по полной программе выдам. Что думаете, что похвалил меня и замазали меня? Не получится. Говорится, не в тот огород заехали. Игнатию, говорит, разницы нет. Что о нем скажет епископ? Андрей Кураев говорит. А для меня есть разница. У меня нет никакой должности. Меня ни с какой стороны нельзя взять. Я неуязвимый. Потому что должности нет. Что он меня ткнет? Куда денет? Андрея может с профессора убрать. А куда он меня денет, когда пищи делать надо? Дымят. Они подойдут, скажут, вы его не принимаете. Тебе кирпичом по башке заедут за это. Давай. Дальше. 1 Коринфянам 10, глава 27 стих. Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите припойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Вот так. И если мясо трескает, сидит благощинный на Новый год. Это все в газете пропечатали. Кусок мяса. Так и написано. Батюшка сказал. И поэтому в пост рождественский все кусок мяса. подавился куском мяса. Да ты туда зачем нужен-то был? Ты бы сидел, домолился, доплакал, зализал свои гнойные раны. Ну и не святые-святые там, два монаха ели мясо, там все пили вместе с солдатами где-то ели, сделали все. И вон тут у меня были благощинные приехали. Вот маленький попутно случай сказать, как хитро сделали. Как-то местный глава администрации Алтайского края, Карлим, Александр Богданович, ставленник Путина, его никто не избирал, из чего? А когда погиб Евдокимов Михаил Сергеевич, его поставили. И вот он решил создать, как сказать, совет из религиозных дел, делателей, деятелей. Как забеспокоились патриарши, что как-то тут сектантов много, 48 сект, и они будут там сидеть эти, будут что-то давать советы? Нет, только мы должны давать советы. Да какие от вас-то советы? И вот они там в епархии судят, и ничего не присудили, что написали, давайте так, традиционная религия, традиционная. Да сатана традиционнейший всех. Значит, кого мусульман, буддистов, иудеев, и православных патриарших. Теперь это послание надо подать губернатору. Ну как подать? Колокольчик надо повешать, говорит, кошки-то, чтобы она звенела. Но кто повесит его? И нашли Игнатия Лапкина. Он это сделает. Он придет, придет и сделает. И они ко мне сюда приехали, два благочинных. Барнаульский благочинный, Войтович отец Александр, Александр Николаевич, и благочинный Новоалтайке рядом, Погиблов Михаил-то. И вот они, я сказать, мы там решали, то другое, чтобы я согласился, послание, чтобы других он не принимал, Карлин-то. Я говорю, знаете, ребята, вам этого делать не надо. Почему? Я говорю, а потому. Давайте рассудим. Тут два варианта. Что Карлин, это юрист очень высокого класса. Вы знаете? Да. Но если знаете, он еще против Конституции пойдет. А перед Конституцией-то все равны. Во-вторых, Карлин, ставленник Путина, и против Путина он тоже не пойдет. А Путин все время путается с Патриархом. Понятное дело, что он не пойдет против Патриарха-то. Никак. А что нужно делать? А ничего, отказаться. Мы из Совета уходим. А без вас зачем Совета? С одной этой ложкой-бложкой они не будут возиться. Они тоже вепархии. Тут такой духовный потенциал. Какой потенциал? Во мне потенциал. А один тогда и говорит, погиблых. Знаете, все эти годы мы пристально смотрели на вас. Вы для нас были как знамя. То есть мы хоть боялись, не вылазили, но питались этим, что вы открыто против власти громили коммунистов, кагабистов и то другое. А мы сбоку были. Я сразу вспомнил, когда из Даурии вернулся протопопа в вакуум с Марковной со своей-то. И когда приняты были на приеме там, видимо, у царя тогдашнего Алексея Михайловича и Артищев ему сует под столом деньги-то. Ну, помощь, он из ссылки пришел, деньги под столом. А он говорит, а ты-то что? Он говорит, боюсь. Я сразу это вспомнил. А ты-то что? Боюсь. Понимаете, ну, смешно. И все. И на завтра мне звонит скоровая администрация. Игнать Тихонович, вы до этого говорили, завкафедры была Марина Маратовна Волобоева кафедры теологии. И она в советниках была у него. Говорит, Карлин-то отказался от совета? Сказал, что не будет комиссии или как назвать ее. Вы правду говорили? Я заранее ее предупредил. Не будет. Я говорю, расклад вот такой. А как вы знали? Да тут всего два хода только. Тут еще многосерийная многоходовая партия какая-то. Карлин сразу отказался. Зачем мне эти нужны? По названию это один очень хорошо тогда выступил на встрече были армянин. И говорит, ну чего нам тянуть это православные? Мы тоже звание имеем генерала. Ну ничего нет, ни армии, ничего нет. Моих сколько-то армян приходит. И то другое. Надо спокойно сидеть. Пускай они делают как надо. А мы где надо в ладоши похлопаем. Вот это хорошо. Я никто, никто, но они меня цепляют и цепляют. Мною пожертвовать можно. Это фильм Иеремия, когда подает и испытывает вино. А если отравлено, и я умру, ты умереть можешь, но царь не может. Вот они меня подставляют, а мне до того смешно, мальчика для битья нашли. Но знает, я не просто бумагу подам, а скажу ему, скажу, Александр Богданович, а вот этих сектантов-то не принимайте. Они плохие, хорошие, наши патриаршие. Ну как я должен сказать? Он же разве не видит, крохоборы пришли. И он как-то сказал, почему все время выпрашивают и выпрашивают? Как ректор вышел тут один и говорит, почему лапки ничего у вас не просят? А просто делает и все. А здесь что-то там про Шукшина издать книжки, там небольшие книжки, там 6 книжек, они года 2 или 3 больше собирали только деньги в краевом масштабе. Я ни у кого денег-то не просил у этих-то, у них и денег-то нету, а издал 38 книг. Поэтому я смотрю на них, как на ребятишек. Боловники они. Поехали. Толкованием. Хорошо сказал захотите, ибо сам не хотел ни советовать, ни отсоветовать. Нисколько не исследуйте, дабы в излишней заботливости не выказать вам боязни перед идолами, и дабы сохранить совесть свою чистой и невозмутимой. 1 Кориферам, 10 глава, 28 книг. Но если кто скажет вам, это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести, ибо Господня земля, и что наполняет ее? Толкование. Я заповедую тебе удерживаться не потому, будто идоложертвенное вредно, но ради того, кто объявил, что оно идоложертвенное, дабы он не потерпел вреда, и не подумал, что христиане не должны отвращаться предметов идольских. И не потому учу я удерживаться от идоложертвенного, будто оно нечисто и совершенно чуждо нашему Господу. Это видно из того, что Господня земля, и что наполняет ее, то есть все, что содержится на ней. Или так, удерживайся от этой пищи, ибо вся земля Господня, и тебе можно насытиться иным чем-либо, ибо все для тебя открыто. 1 Коринфянам 10 глава 29 стих Совести же разумею не свою, а другого, ибо для чего моей свободе быть судимой чужой совестью? Толкование. То есть язычника, ибо он, быть может, как я сказал, соблазниться, или сочтет тебя чревоугодником, или подумать, что и ты, подобно ему, принимаешь идолов, а дабы кто не сказал, к чему тебе заботиться о том, кто объявил? Ибо ты, прежде всего, 5 глава 12 стих, сказал, что мне судить внешних? Говорится, забочишься не о нем, а о вас, дабы вы не подверглись осуждению. Поэтому и присовокупил следующее. Свободы называют безразборчивость и нестеснение запрещением. Я, буду есть свободно и без разбору, но язычник осудит меня и скажет, вера христиан суетна. Они говорят, что гнушается идолов, а между тем приносимое им жертву охотно едят. 1 Коринфянам, 10 глава, 30 стих. Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, за что я благодарю? Толкование. Я, со своей стороны, свободно пользуюсь творениями Божиими, по благодати Божией, которая так утвердила и укрепила меня, что я ничего не наблюдаю. Но язычник будет злословить меня, будто я по лицемерии удаляюся идолов, а по чревоугодию ем приносимое им в жертву. Слова за что благодарю, значит, я, со своей стороны, благодарю Бога, что Он так высоко поставил меня, даже выше смирения иудейского, что я ни в чем не нахожу вреда, но, как я сказал, соблазняется и злословит язычник. 1 Коринфянам, 10 глава, 31 стих. Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. Толкование. Все, говорит, делайте в славу Божию, ибо настоящим нашим, вашим делом, Бог не прославляется, скорее, хулиться. Есть же и пьет кто-либо в славу Божию, тогда, когда не соблазняет им этим никого, делает это не по чревоугодию или по сластолюбию, но для того, чтобы приспособить тело свое к совершению добродетели. Вообщение же совершает кто-либо всякое дело, славу Божию, тогда, когда ни другому не вредит через соблазн, ни самому себе, как, например, действующий по человекуугодию или по какому-нибудь страстному помыслу. 1 Коринфянам, 10 глава, 32 стих. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божией. Толкование. То есть, никому не подавайте никакого повода к злословию, а это будет тогда, когда мы не будем соблазнять ни иудея, ни язычника, ни тем более братьев, ибо церковь Божия они. Примечай, важнейшее он сказал в конце, христиане должны и прочих привлекать к вере, а не то, чтобы преследовать даже братьев. Разумеет же, под ними всех, которые соблазнялись тем, что они ели идола жертвенная. 1 Коринфянам, 10 глава, 33 стих. Так, как и я угождаю всем во всем, ища не свои пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. Толкование. Поскольку выставил их виновными в причинении вреда язычникам и иудеям, и заповедовал им великое дело, то дабы показать удобность этого дела, выставляет в пример самого себя. А как он не искал своей пользы, это видно из многого, прежде сказанного. Например, для всех я был всем. 9 глава, 22 стих. Особенно же из того, что он желал был сам быть отлученным за братьев своих. Римлянам 9 глава, 3 стих. Слов, как я Христу, не принимай за выражение гордости. Они сказаны с целью сильнее побудить к подражанию. Ибо если, говорит, я подражал Христу, не пощадившему собственной жизни, для того, чтобы вы ожили, не тем ли более вы можете подражать мне? Ибо я не настолько лучше вас, насколько он лучше меня. Он несравненно превосходит всех. 1 Коринфянам 11 глава, 1-2 стихи. Будьте подражателями мне, как я Христу. Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам толкование. Окончив речь о едении идоложертвенного грехе тяжком, теперь присправляет грех несколько легчайше, ибо у него в обычае между тяжкими грехами вставлять менее важное. Что же это было? То, что женщины и молились, и пророчествовали, тогда пророчествовали и женщины, с открытой головой, а мужчины и во время пророчества покрывали головы, как занимавшиеся любомудрием. Это был обычай эллинский. Апостол уже замечал об этом, быть может, во время своего пребывания у них, но одни из них послушались, а другие не послушались. О покорных он говорит, хвалю вас, что вы мое помните. Хотя в виду имелось одно то, чтобы мужчины не покрывали голову, однако он говорит, все мое помните, ибо у него всегдашний обычай благоразумно похвалить тех, кого похвала могла поощрить к большему совершенству. Отсели очевидно, что и Павел и прочие апостолы многое проповедовали и без письма. 1 Коринфянам 11 глава 3 стих Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Толкование Судя по ходу речи, он, видимо, продолжает беседу с теми, кого хвалит за хранение преподанного им. Но на самом деле он исправляет непокорных, слыша, что Христос есть глава всякому мужу, разумей верному, ибо мы верующие тело его, а не язычники, почему Христос не глава им. Муж глава жене, потому что господствует над нею. Бог глава Христу, потому что есть причина его, как отец сына. Сказанное о главе не нужно понимать в одинаковом смысле и о Христе. Христос глава нам и потому что он творец нас, и потому что мы его тело, а отец глава Христу, как причина его. Если же название отца главой Христа будешь понимать и по человечеству, в таком смысле, в каком сам Христос назван главой нам, то тут не будет ничего нечестивого, ибо отец называется и Богом Христа по человечеству. Евангелие Атана 20 глава 17 стих. Поскольку же он восхотел уподобиться нам, и назвался и братом нашим и главой, то ничего нет нового, если он принимает и имена уничиженные, и отца своего по божественности имеет главой по человечеству, как царя своего и Бога своего. Вот так, пока остановиться на этом, я хочу сказать, вот говорят, чем отличается епископ от священника? Ничем, одни и те же таинства, кроме одного. Епископ может рукополагать, священник не может, но это везде так пишется в книгах, но на самом деле и это не так. Сегодня епископ имеет власть к таинству целое уже, фактически, разводов. У него бракоразводных вот так и пачки лежат. И кому Бог открыл, тем перестает покоряться епископ. В разводе свободном характерами сошлись. При живом муже выйдет прелюбодейство. То есть прелюбодейное общество епископы творят. То есть они созидают прелюбодейный климат. Почему сам такой? Иначе бы он страшился от как огня. Почему и он, митрополит Киевский, не боялся отлучать таких прелюбодеев? И он говорил, святые не показали пощады, и от нас ее не будет. Не просить разрешить и пост нарушать то другое. Иона один из самых строгих. А сегодня все данного епископа имеют эту власть. Разводиться нельзя. Ну нельзя, зачем тут епископа брать-то? Епископ может. А откуда вы это взяли? То есть наделили его полномочиями к антихриста. То есть против Христа идет явно. Ну два раза, три раза живые жены здесь стоят и венчают еще раз. Сколько раз венчали Пугачеву? Там Киркорова и других-то это вообще даже говорить не надо. Так это просто так с месту. А дальше епископ имеет право дать отпевать самоубийцу. Так что это сделали-то? Из епископов кто это? Он с рогами, с хвостом какая-то личность? Или это блеститель? Блюдите стадо Божие в котором поставил вас Дух Святой Павел говорит 20 глава Деяния апостола самое мерзкое отдали в его руки они будут делать благословлять на войну танки всякую мерзость. Значит первые кто пойдет под нож это епископы. Почему Ян Златовус говорит никого так не боюсь как епископов? Страшное дело. Надо молиться об этом иначе именно на епископах и все закончится это. Они взяли власть которая не принадлежит им. Нарисовали себе картинки и по ним сейчас работают не с людьми. Богу нашему слава.